МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на своем, в студии Роман Вейстероп. И в этом выпуске вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2024 станет в крае годом межнационального согласия. Такое решение приняли на заседании Межэтнического совета в правительстве Ставрополья. Губернатор Владимир Владимиров отметил, все необходимые меры для сохранения и укрепления единства между народами края проработают ученые вместе с духовными лидерами. Также Владимиров поблагодарил представителей разных конфессий, национально-культурные сообщества и правоохранителей за противодействие провокациям из-за ситуации, произошедшей в Дагестане. Огромное спасибо за проявленную выдержку и здоровую оценку ситуации при событиях, которые проходили в соседнем регионе в Дагестане. Ни наши с вами земляки не были вовлечены в эту противоправную деятельность. И за это всем присутствующим нашему Межэтническому совету огромное спасибо. Участники обсуждения сошлись во мнении, что платформой для сохранения единого общества в многонациональном Ставрополе, где проживают представители более 100 этнических групп, должна стать общегражданская идентичность. А в качестве практик для ее продвижения необходимо задействовать все форматы, которые позволяют людям больше узнать о представителях других народностей, которые проживают в регионе. Благоустроенная площадь, обновленная амбулатория, жилье для молодых специалистов из сферы сельского хозяйства. И все это на селе. Председатель Краевой Думы Николай Великдань посмотрел, как в Ипатовском округе выполняют программы развития территорий. Кира Мартынова с подробностями. У нас здесь соматология, у нас здесь кабинет врача-учек практики терапевта, педиатра и просмотровный кабинет, переездный кабинет. Все там, как и было. Только в другой современной упаковке, точнее интерьере. Сверкает сантехника, с дверей и окон только сняли пленку. А медперсонал с гордостью показывает спикеру Краевой Думы обновленные рабочие места. Обслуживать амбулаторию будет около трех тысяч человек. Я очень благодарна за это, потому что, знаете, люди простые, но куда им еще идти? И придут в такое здание, знаете, им сразу легче станет. Работать приятно и находиться. И я очень благодарна, что, знаете, что в таких условиях будем работать. Что люди будут довольны. И мы будем стараться работать еще лучше. Отремонтировали Золотаревскую амбулаторию по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работы начали в марте этого года, закончили в сентябре. На обновление медучреждения направили более 8 миллионов рублей. Полностью заменена вся инженерная инфраструктура, электропроводка, покрытие стен, полов, окна новые. В дальнейшем в планах, конечно, это и крыша, возможно, фасад привести в порядок. Он довольно-таки симпатичный, в принципе, такой, аутентичный. Но самое главное сделано, то, что там сейчас тепло, сухо, уютно, все чистое, беленькое. Вот то, как подобает медицинской организации. А еще для амбулатории уже купили новый электрокардиограф. Остается только установить оборудование и расставить мебель. Здесь руки, да, наводите. Вдохнуть жизнь. Вдохнуть жизнь. Значит, когда она привез, она совсем по-другому будет. А вот в селе Добровольном амбулатория живет полной жизнью. Ее отремонтировали по нацпроекту здравоохранения. Сейчас здесь работают фельдшер, две медсестры и акушерка. Вот осенний-весенний период довольно-таки много, да. Простудные заболевания, сейчас вспышка как бы идет, ковидные заболевания. Ну и наши хроники, как бы это ежедневная работа с хроническими больными. Местное хозяйство помогло заасфальтировать двор. Кадровый вопрос актуален для всего округа. В медицинской сфере решать его помогает целевой набор в университет. У нас всего 37, вот на данный момент 37 целевиков. Из них 32 студента и пятеро ординаторы вот первого, второго года. То есть уже со следующего года начнут подходить ординаторы. По-своему привлекают молодых специалистов сельхозпредприятия. Например, предоставляют жилье. Так повезло агрономам компании Максиму и Ангелине. Молодой человек из Арсгирского округа. Полгода назад пара поселилась в этом доме. Потихоньку стараемся, покупаем мебель и так далее. Какую-то мебель, какую-то технику бытовую нам хозяйство предоставило. Поэтому условия для жилья хорошие. Посмотрел Николай Великдань, как в округе реализуют инвестпроекты. Здесь, например, строят систему орошения. Стоимость более миллиарда рублей. У нас в три этапа будет проводиться строительство орошения. Первый этап – это 800 гектаров. Второй этап – это 1200 гектаров. В 2025 году будет вводиться в эксплуатацию. И на 2026 год будем завершать данный проект с общей площадью 2500 гектаров. Как отметил Николай Великдань, проекты, связанные с мелиорацией, получают все большее распространение в крае. В том числе за счет мер господдержки. Сейчас, когда увидели сами цифры по получению урожайности, она просто удивляет нас самих, что на таких светлокаштановых почвах мы сегодня получаем картофель почти в 600 центров, лук от 700 центров, кукурузы товарные по 140-150 центров. Также Николай Великдань провел личный прием жителей. Кира Мартынова и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Ставропольская молодежь показала, как нужно действовать при чрезвычайных ситуациях. В краевой столице провели региональный чемпионат всероссийского проекта «Первая помощь». В соревнованиях приняли участие команды из разных округов края. Это просветительский проект для детей и молодежи по оказанию первой помощи. Командой прошли письменное тестирование и два практических испытания. Оценивали участников профессиональные медики. На данный момент вообще оказание первой помощи очень важно в нашей жизни. Малейшие минуты промедления и неумение оказать помощь могут привести к печальным последствиям, к смерти человека. Сейчас мы проводим этот чемпионат совместно с движением первых, с российским движением детей и молодежи, для того, чтобы научить, как оказывать первую помощь не только взрослых людей, но и детей, и нашей молодежи. Организовали чемпионат региональные движения детей, молодежи и общественные организации. А команда победителей регионального чемпионата представит Ставропольский край в Москве уже в ноябре. Теперь о происшествиях. В Минеральных водах 43-летний водитель иномарки слишком быстро ехал по трассе и не успел затормозить перед легковушкой, которая остановилась для поворота. От сильного удара вторая машина по инерции врезалась в отечественный автомобиль. На месте погибла 29-летняя девушка, которая сидела на заднем сидении второй машины. Инициатор аварии и еще один водитель в больнице. Проводится проверка. О других ЧП в оперативной сводке. За колючей проволокой в Георгиевские инспекторы ГИБДД остановили 22-летнего водителя легковушки. В машине нашли почти 240 граммов синтетики. Парень признался, что увидел рекламу интернет-магазина и устроился закладчиком. От куратора злоумышленник получил партию наркотиков для дальнейшего сбыта. Полицейские ликвидировали свыше 500 будущих закладок стоимостью 300 тысяч рублей. Суд уже приговорил горе-дилера к 9 годам колонии строгого режима. Огненная трагедия. В Ставрополе ночью на улице Ленина загорелась квартира на первом этаже четырехэтажки. Погибли двое мужчин 27 и 75 лет. Трое пострадали, среди них ребенок. Из-за пожара из дома эвакуировали 15 человек. Сейчас люди уже вернулись в квартиры. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем или бытовыми приборами. На месте трагедии работают эксперты. Бессовестный гость. 73-летняя жительница села Отказного заметила, что с ее счета пропали 150 тысяч рублей. Пенсионерка заявила в полицию. Оперативники вышли на след 24-летнего парня. Оказалось, он знаком с родственницей заявительницы и часто бывал у женщины в гостях. Случайно узнал пин-код от карточки пенсионерки и периодически снимал деньги. Теперь ответит за кражу. Первая часть нашего выпуска подошла к концу. Оставайтесь с нами, далее вы увидите. Территория добра. Как ставропольские волонтеры помогают участникам СВО? По новым правилам. Какие изменения ждут россиян в ноябре? Знания на новом уровне. Какая возможность появилась у школьников Туркменского округа? Модельяр-конструктор из краевой столицы шьет для участников спецоперации необходимую одежду и снаряжение. Из небольшого ателье женщина перебрелась в более просторные помещения, где теперь вместе с другими неравнодушными людьми помогает нашим бойцам. Привлекает к работе и детей. Что отправляют на передовую? Пообщалась с волонтерами Кристина Бородюк. А что ты еще нарисовала? Красота. Ты кому рисуешь? Солдатом. Солдатом. Так шестилетняя Есения благодарит участников спецоперации. Мама Татьяна – руководитель волонтерской организации. Воспитывает в своих детях неравнодушие. Всего у Татьяны четыре ребенка. Старшие работают дома, а девятилетняя Вероника и малышка Есения рядом с мамой. Совсем маленькая. Наклеивает, пакует все, что может уже постарше дочка, которая уже маскировочные сети плетет, мастер-классы показывает. Также она щет ручки для тактических носилок на тяжелой машинке. То есть у нас дети, считаю, что с восьми лет, которые приходят к нам, они осваивают все, что им нравится. Татьяна Егорова по профессии модельер-конструктор. Год назад начала шить балаклавы для участников спецоперации. Затем создала волонтерскую организацию. Женщине предоставили помещение. Здесь Татьяна вместе с командой неравнодушных шьет снуды, футболки, термокомплекты, дождевики, тактические носилки, сумки и многое другое. Я взяла соцконтракт. 350 тысяч. И мы закупили, не закупили, а докупили необходимое оборудование. На оставшиеся деньги мы купили ткань и начали отшивать на передовую. Помогают Татьяне не только ее дети, но и другие отзывчивые школьники, студенты и взрослые. А также администрация города Ставрополь и правительство края. София Ивановна – мама погибшего участника спецоперации. Ее 52-летний сын пошел добровольцем на передовую. 1 мая ушел, а 16-го погиб. Ничего себе. 31-го сообщили, что его нет у нас. Ну и все. И здесь, конечно, хорошо. Я узнала про Таню, про ее отелье. Приходишь, хоть отдыхаешь немножечко душой, общаешься, конечно, с женщинами. Здесь тепло, хорошо. Для Софии Ивановны, как и для многих родителей участников спецоперации, волонтерство отдушено. Помогают организации несколько десятков людей. Кто чем может. Одни материально, другие закупают продукты, ткань и медикаменты. Врачебная – это полная комплектация. Штурмовой – это самое-самое необходимое из врачебного. Мне даже самое интересное, если честно, что там. Здесь продукт в рюкзаков, получается, вот это полноценное, реномационное действие на 4 человека. Здесь все эти медикаменты. Шамиль Талеков лично доставляет одежду и снаряжение участникам СВО. Сотрудничает не только с Татьяной, но и с другими жителями краевой столицы. Общается с бойцами и знает, чего им не достает. Я практически там все время. Буквально на днях снова выезд. Мы бы могли ездить много и чаще была бы возможность финансовая и транспортная. У нас вот это самая основная проблема. В один прекрасный день, 28 мая, на День пограничников, мы как-то с ребятами сидели и приняли такое решение. Ну а почему бы нет? Помимо одежды и снаряжения, дети вместе со взрослыми шьют бойцам небольшие талисманчики. Зайчиков. Гуманитарный груз волонтеры отвозят чаще всего на своих машинах. Происходит это как минимум раз в неделю, а то и чаще. Гордятся нервнодушием ставропольцев Кристина Бородюк и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. С ноября вступают в силу штрафы для продавцов, навязывающих дополнительные услуги покупателям. За нарушения должностные лица будут наказаны на сумму до 4 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей. Какие еще изменения нас ждут с вами, расскажем далее. Пенсионные выплаты проиндексируют. Люди старше 80 лет получат прибавку в 7567 рублей. Повышение произойдет автоматически на основании данных социального фонда. Доплата положена также работникам угольной промышленности и пилотам гражданской авиации, вышедшим на пенсию. Изменения затронут тех, кто обратился за доплатой с июля по октябрь этого года. Внесудебное банкротство станет доступнее. Теперь подать на банкротство можно задолженности от 25 тысяч рублей до миллиона. Прошлый лимит был в два раза меньше, до 500 тысяч рублей. Изменения коснутся и срока ожидания, после которого отправить заявку можно будет повторно. Минтрут России расширил список мест для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь пройти службу можно в новых 144 организациях. В общий перечень внесены диспансеры, больницы, санатории и дома престарелых. В Старомарьевке возводят новую детскую площадку. Сейчас там идет обустройство резинового покрытия. Позже установят горки, качели, уличные тренажеры, скамейки, ограждения и урны. Также вокруг площадки оборудуют уличное освещение. Работы проводят благодаря краевой госпрограмме развития ЖКХ, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. О других новостях края расскажем далее. В Придгорном округе продолжается строительство межпоселкового группового водовода. Новый объект решит проблему с водоснабжением в пяти населенных пунктах. Проложат 36 километров труб, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Строительство стало возможным благодаря реализации программы комплексного развития Комбинвод и субсидии с Фонда национального благосостояния. В Селеобильном ремонтируют дорогу на улице Кооперативной. Там обновят полтора километра проезжей части. Также установят знаки, нанесут разметку и крепят обочины, сообщили в региональном министерстве. Работы проводят по краевой госпрограмме развития транспортной системы. Завершить ремонт планируют к концу дорожного сезона. В 10-й школе аула Шарахалсуна открылась новая точка роста. В образовательном центре дети будут углубленно изучать химию, физику и биологию, сообщили в региональном министерстве образования. Там установили техническое оборудование, микроскопы, закупили реактивы для практических и лабораторных работ. Открыли точку роста благодаря нацпроекту образования. Вчера произошло событие, за которое стоит гордиться. Ставропольская гонбольная команда «Женская Ставрополь» сыграла с «Динамо Синар». Игру, которую комментировал мой коллега Герман Кудьяр. Герман, здравствуй. После предыдущего комментирования твоего голоса не было. Вообще, теперь у тебя с голосом все отлично. Игра была, видимо, не такая напряженная. Ну, все равно, знаешь, было тяжело девочкам. Было интересно. В общем, обо всем расскажу. Пожалуйста, к новостям спорта. В Абу-Даби проходит мировая серия большого шлема подзюдо. В главном турнире в категории до 81 килограмма выступает пятигорчанин Давид Карапетян. Он уже заработал для российской сборной первую медаль. Сюдаист выиграл четыре поединка у бойцов из Египта, Узбекистана, Австрии и Италии. В финале Карапетян столкнулся с нидерландцем Франком Девитом, который выиграл 19 медалей состязаний мирового тура. Но вот со Ставропольцем Девит не справился. Давид Карапетян одержал победу над соперником и завоевал первую золотую медаль для сборной России. Всего на большом шлеме выступают 77 стран и мы продолжаем следить за турниром. Десятый тур женской гонбольной суперлиги завершился матчем Ставрополья и Динамо Синары из Волгограда. Старт сезона у гостей получился смазанным, но к этому матчу они подходили в статусе фаворита. В первом же тайме ставропольчанки навязали борьбу, шли вровень и даже перехватывали инициативу. Однако голов было немного. Лишь к концу 30 минутки Динамо оторвалось на пять мячей и выиграло 12-7. Во второй половине Волгоградки сохранили преимущество, хотя периодически игра у Ставрополя и налаживалась. Тем не менее, не везло вратарям и были проблемы с атакой. Хозяйки реализовали лишь половину бросков и итогов еще 22-27. Главным бомбардиром в составе ставропольчанок стала София Лыжина, забросившая семь мячей из девяти. Вы знаете, наверное, по самоотдаче у меня-то как раз и нет вопросов к игрокам. Огромное желание. Куда сказал не бросать все и пенальти туда бросили. Не знаю, с чем связано, потому что даже до смешного доходило, что туда нельзя и все время туда. И борьба действительно была яркой. В одном эпизоде, к сожалению, привела к травме плеча. После столкновения повреждение получила полусредняя Виолетта Голец. Сейчас девушка ждет результаты МРТ. А мы ей желаем здоровья и скорейшего возвращения. И еще о гонболе, но теперь новость приятная. Молодой полусредний Виктора Максим Ермолин попал в символическую сборную по итогам четвертого тура Сехалиги. Я напомню, это турнир среди клубов Южной и Восточной Европы, где играют в том числе команды из России и Беларуси. На днях ставропольский Виктор одержал победу над Машекой из Могилева со счетом 28-22. А Максим Ермолин забросил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром матча. Кроме того, сборная России уже отправилась в Могилев, где проведет суперсерию против Беларуси. В составе россиян сыграют Никита Эльтинский и Сергей Болотин. Точнее, уже сыграли. Первый матч позади и хозяева одержали победу 32-28. Ну и напоследок, Рома, ты помнишь, у нашего телеканала есть своя футбольная команда, называется она Ставрос, и любой желающий может попасть, присоединиться к нам. Ну и не нужно забывать о том, что нужно болеть за нас. Это обязательно. Для тех, кто не умеет играть в футбол, приходите поддержать и поболеть. Да, а если умеете играть в футбол, то приходите на тренировки. Вся информация есть в телеграм-канале футбольного клуба Ставрос. Находите, пишите, связывайтесь и приходите на тренировки. Спасибо тебе, Герман. Пока. С новостями спорта был Герман Кудияров. Мы продолжаем. На улицах Ставрополя городские озеленители приступили к высадке весенних цветов. Более 200 тысяч луковичных и двулетников перезимуют на клумбах и распустятся уже в марте под первые согревающие лучи солнца. В открытый грунт высаживают тюльпаны, гиацинты, маргаритки, незаботки. Цветочные композиции украсят площадь Ленина, театральный сквер, крепостную гору Александровскую и привокзальную площади, улицы Держинского, Даваторцев, 50 лет Волксм, проспект Октябрьской революции, юности и другие городские пространства. К этому часу это все новости. Еще больше интересной информации вы можете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также я напоминаю, что работает телефон для ваших обращений 8 928 350 80 70. В студии был Роман Выстероп, я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды на своем ТВ, оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на четверг, 2 ноября. Ноябрь все еще только на календаре, потому что тепло. И вот как именно тепло. Центральные территории края, пусть и область, но все же с прояснениями, и ветер слабый и без осадков. А днем в Ставрополе плюс 18, в Невиномыске плюс 20, в Изобилии 21, а в Минеральных Водах правильно плюс 22. Ветер 3-4 метра в секунду, хорошо. Световой день 10 часов 9 минут. На Кавминводах правильно, тоже хорошо, облачно с прояснениями, без осадков, ветер 3 метра в секунду. А днем в наших здравницах до плюс 22, бархатный сезон продолжается. Северо-восток Ставрополь, а там облачно с прояснениями и тепло. Днем, что в Ипатово, что в Бутеновске будет плюс 22, а ветер 4 метра в секунду, и это прекрасно. На сегодня о погоде все. Увидимся. Северо-восток Ставрополь